Субтитры сделал DimaTorzok 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 Причем эту коробочку дети на глазах у дедушки раскрыли кино сюрприз, бросили на землю коробочку и побежали куда-то Он нас вызвал, причем остался на месте, он был в полной уверенности, что сделал правильно, потому что вдруг она взорвется Так же вызывали на тумбочки вынесены на мусорку То есть сумки чаще всего это какие-то выброшенные вещи просто? Ну естественно, ни одного взрывного устройства в сумках не находилось До абсурда, если довести это дело вообще до абсурда, то в один прекрасный день хозяин магазинчика вышел из своего офиса, увидел лежащую открытую коробку с двумя кусками пиццы Возле двери кто-то недоел пиццы, и он вызвал нас, чтобы ее убрали, потому что она оказалась у них заминирована Понятно, подскажите, сумки же все равно, я так понимаю, проверяются с техникой безопасности Если они закрыты, если это понятно, что это не раскрытая коробка с кусками пиццы Ну естественно, для этого в полиции есть собаки, которые по запаху определяют взрывовое устройство или есть ли запах взрывчатки Ну поэтому, естественно, большую роль играет в этом полиция, спасатели обеспечивают безопасность В итоге, каждый раз при таком вызове нужно звать человека с собакой, чтобы проверить подобные сумки? Да, в итоге, в большинстве случаев, естественно, если сумки открыты, и это можно посмотреть без собаки Туда выезжает полиция, выезжают спасатели, выезжают пожарные, выезжает скорая помощь Причем скорая помощь чаще всего выезжает реанимацией Потому что, понимаете, при взрывных травмах, может... А учитывая, что у скорой помощи и реанимации одна, максимум две машины на район То вы понимаете, да, что в это время кто-то может погибнуть, пока скорая помощь просто бездумно стоит и ждет, пока проверит эту сумку Недавно некий Владимир просил удалить фотографии Был случай, когда полиция пыталась войти к нему в квартиру, пыталась выпилить дверь, он заваривает с другой стороны, плюс подводит ток Что это вообще было такое? Достаточно часто полиция, когда ей необходимо войти в какое-то помещение, они привлекают нас для того, чтобы мы оказали им помощь во вскрытие помещения Как это вообще происходило? То есть спасатели понимали, что в какой-то момент дверь просто стала под напряжением или... Ну, судя по фотографиям, там вы же видите, что спасатели, когда поняли, что дверь находится под напряжением, использовали деревянные доски для того, чтобы не прикасаться к металлу То есть у нас люди понимают ситуацию и техника безопасности у нас все-таки присутствует Часто происходит такое, что приходится вскрывать двери, вскрывать машины, когда там застревают дети, еще кто-то, когда родители, например, обращаются Бывает ли такое, что, я не знаю, родители запрещают скрывать машину, хотя понимают, что ребенок внутри и ему нужна помощь? Ну, на моей памяти такого не было, как раз наоборот, ситуации случаются разные, то дети поиграются, то сигнализация в машине сама закрывает двери Поэтому, как раз наоборот, родители заинтересованы в том, чтобы ребенка бы быстрее освободили Есть у спасателей рабочее время и нерабочее время? У спасателей? Ну, грубо говоря... Спасатели работают круглосуточно, работают они сменами, сутки через трое Нет, я имею в виду рабочее, офисное рабочее время, допустим, с 9 до 6 И после этого времени он может, ну, помогать людям, ну, обязан ли он помогать людям, как врач или кто-либо другой Или нет, или это не рабочее время и это правило, как правило, карает? Ну, как врач, мы не имеем, как врачи, мы не имеем помогать права людям и даже во время рабочего времени Потому что у нас нет лицензированных сотрудников для того, чтобы оказать медицинскую помощь Мы можем оказать только первую, доврачебную помощь Ну, так будем говорить, что в человеческой сущности заложено то, что помоги ближнему Поэтому я, учитывая, что наши сотрудники, ну, 90% это люди, будем так говорить, с диагнозом спасатель То есть, поэтому я уверен, что мои сотрудники мимо не пройдут никогда Вот, как бы... Как вы стали спасателем? Ну, как бы, получилось практически случайно, потому что спасателей Когда я стал спасателем, спасателей еще почти не было По штатной структуре Московской области я был 17-м спасателем Когда увольнялся из ПСО-2 Поэтому, как бы, сначала я служил в полиции, то есть в милиции Потом уволился, поработал немножко в отделе университетной охраны И потом к сокращению туда ушел И получилось так, что у нас в районе стали создавать аварийно-спасательный отряд С чего начиналось все это? Пушкинский вот аварийно-спасательный отряд Ну, если с самого начала начинать, то в 2000-м году, когда мы начали работать уже Активно работать в Пушкинском районе Из техники частной службы спасения был УАЗик, который был передан Королевской службы спасения Списанный УАЗик И было приобретено также гидравлическое оборудование для работы на ДТП Потом, когда сам организовался ПСО-2 Длительное время мы ходили на работу просто так Пока не написали коллективное письмо на министр МЧС Что я буду для того, что мы хотим работать Что нам нужно обучить и дать нам технику В итоге мы заключили соглашение с частной службой спасения Потому что у них была техника, у нас были люди И мы организовали первую круглосуточную дежурную службу Она находилась на базе такси «Русская тройка» Мы там жили в вагончике А частная служба спасения, она тогда кому принадлежала? Чоп-вулкан Находилась на Первомайской, но она существовала больше в виде диспетчерской службы И у них было три спасателя, которые в дневное время Пять дней в неделю выезжали скрывать двери И если случалось время ДТП, то естественно работали на ДТП Когда появился поисково-спасательный отряд, мы совместно с ним организовали круглосуточное дежурство И когда нас уже снабдили оборудованием, мы выделили нам хотя бы первый бывший военный УАЗик То есть частная служба спасения, так как она все-таки спасательная служба, дело накладное Доходов особо не приносило, поэтому уже руководство ЧОПа просило нас забрать себе и оборудование и все Только как бы лишь бы Только работаете сами Да, работаете, потому что затраты уже были действительно накладными для ЧОПа Спасатели работают, как правило, и со скорой помощью, и с пожарной бригадой Для меня самым удивительным это была запись, где говорилось, что на улице Маяковской Очередной наркоман залез высоко на дерево Почему очередной? Неужели наркоманы так часто вот вылазят на деревья, чтобы... Ну, если вы сейчас смотрите как бы за нашими публикациями, то незадолго до этого, недели, наверное, полторы Один из наркоманов спрыгнул с крыши пятого этара, застрял на дереве, мы вот так же снимали Это было на Московском проспекте Так что Спайс штука такая интересная, она толкает на всякие разные чудеса Неизвестно, какие, какой эффект от какого-то вещества бывает То есть способность к суициду, позыв к суициду достаточно часто Поэтому люди бросаются с балконов, бросаются, залезают на деревья А часто вообще приходится вот в Пушкинском районе снимать людей с балконов, ну вот с деревьев не горим, не наркоманов, так скажем? Нет, не часто у нас, ну, один из таких полувеселых случаев, когда девочку не пускали гулять на улицу, мама закрыла в квартире и не пускала И сам девочка решила уйти на улицу по балконом, ну, вылезла за балкон, встала на парапетик, наконец, там поняла, что... А сколько лет было девочке? Я не помню, лет, наверное, 12-13, в таком духе Встала на парапетик, поняла, что слишком поторопилась, ну, естественно, стала звать на помощь Спасатели приехали, с помощью лестницы ее сняли Все-таки она добилась своего, что она оказалась на улице Часто ли приходится деревьев снимать не только наркоманов, но и кошечек? Кошечек, то есть животных мы спасаем, будем говорить так, с животными работаем Но миф о спасении кошечек из деревьев, это, будем так, скажем, говорить, это миф, созданный самими же спасателями, с помощью журналистов Животное, само кошка, оно, животное, предназначено природой для того, чтобы лазить по деревьям Поэтому кошки из деревьев слезают самостоятельно А истерики зоозащитников, как бы, это все, я понимаю, что жалко, кошечка мяукает, она, как бы, боится и все остальное Но, извините меня, отправить, если кошечка на тонких ветках сидит полтора килограмма, два, и отправить туда спасателя, который 70 килограмм весит Я думаю, что гораздо больше угрозы несет для жизни спасателю, чем кошечке А часто вызывают снимать кошечек с деревьев? Кошечек с деревьев пытаются вызывать часто, но, будем говорить, я запретил выезжать на снятие кошек с деревьев Потому что это неадекват Рисковать жизнью человека для того, чтобы снять кошку, которая все равно завтра слезет сама Если животное находится в таком месте, из которого оно не может вылезти самостоятельно То есть, если оно, как бы, провалилось в вентиляционную шаг в стене, кричит, не учит То есть, опять же, там, где животное, там, где может, мы считаем, что это наша обязанность ее достать Недавно совсем звонил один из зоозащитников Кошечка пришла домой, залезла, сидит на окне, залезла за решетку И ей не открывают окно Приедьте, вытащите кошечку Ну, объясняем, как вытащить кошку Кошка пришла домой Сейчас появятся хозяева, откроют ее окно Значит, она привыкла уже ходить в это окно То есть, как бы, без проблем Другие бывают такие звонки Вот к нам на участок зашла кошка, породистая, видно Мы ее закрыли в теплице, не знаем, что с ней делать Зачем вы ее закрыли в теплице? Отпустите кошку, она сама пойдет домой Вот, опять же, был бзик, года три назад был бзик с нашей серой шейкой Такой, это была полнейшая истерика была У нас телефон разрывался А что за серая шейка? У бедных, была уточка Причем, конечно, на Травинском водохранилище Ее ежедневно ходили, кидали батонами, крошили ей хлеб Естественно, она там жила спокойно У нее был корм, она никуда не собиралась улетать Да, у нее там крыло было немножко, как бы, это самое, подвернуто, но на вид Она поест и сидит на льду спокойно Звонки, кошка, самая Утка мёрзла в лед, она сейчас погибнет, приезжайте Раз приехали, утка летает Два приехали, утка летает Только уезжаем, опять начинаются звонки Утка попалась умная Она просто не отходила далеко от кормушки И все В итоге попросили вас Приехали с телевидением На бис показать, как утка летает В конце концов, добили нас до такой степени Что мы все-таки поймали эту утку Отдали ее какому-то зоозащитнику Он ее всю зиму держал у себя в клетке Потом весной торжественно выпустил На следующий год ситуация повторяется абсолютно такая же Опять начинается истерика Уточка никуда не хочет уйти Уточка не улетает и все остальное Опять пришлось попросить телевидение Мы пришли с телевидением, сняли, как уточка спокойно от нас улетает После этого только вот Такая ситуация с серой шейкой была года два Потом эти чудеса переместились на реку Серебрянка Там точно так же С моста люди кидают хлеб Уточки поедят и сидят просто на льду спокойно И опять приходилось приезжать Одеваться в гидрокостюм, залезать в воду И показывать, что утка спокойно хорошо летает Никуда она не примерка Замечательно просто Самые первые годы создания нашего отряда Первые животные у нас были Это два лебедя, которые прилетели на заправку и заблудились Мы их отловили, отвезли в пруды патриархии и передали Потому что не знали куда девать Было на моей практике пристраивание верблюда Который гулял по городу бесхозный Верблюда пристроили Также у нас были и какие-то тропические змеи красного цвета Подождите, верблюд вот ходил по Пушкинскому району или? В городе Пушкино ходил Но это было много лет назад Тогда верблюды ходили просто постоянно Ну как бы нет Тогда ходили по улице Чехова 1, ходили коровы Они там жили Тогда это было Но верблюд это было уже что-то из выходящей ситуации Поэтому какой-нибудь бродячий зоопарк Бросил, не смог прокормить Много животных было Пытаемся пристроить У нас раньше была хорошая возможность в зоопарке Зоси Рошеченко Сейчас она умерла, поэтому зоопарк развалился Теперь пытается пристроить животных по приютам На страничке Пушкинское ОСО, что 12 лет отряду Это само учреждение 12 лет На самой этой фотографии с аварийно-спасательным отрядом 6 человек Фотограф, я так понимаю, седьмой Подскажите, аварийно-спасательный отряд в Пушкинске Это что за люди? Ну, на фотографии это очень малое количество Это как бы одна дежурная смена всего Так как у нас А всего смен? Смена у нас 4 Вообще сейчас в статье отряда 62 человека Значит, структура отряда включает в себя Аварийно-спасательную службу, водно-спасательную службу Значит, и службу ЕДДС То есть ЕДДС и система 112 Это тоже находится в структуре нашего отряда А ЕДДС, простите меня... Это единая дежурно-действительская служба Страничка вот в социальной сети ВКонтакте Кто ее ведет? Ну, страничку у нас ведут, будем так скажем Спасательная служба снимает фотографии на вызовах Те, которые возможно публиковать в соцсетях Мы, естественно, моделируем часть фотографий И публикуем их для того, чтобы показать, какие вызовы у нас происходят Чем мы занимаемся, чтобы население, ну и в том числе и руководство поселения Все могли всегда увидеть, что спасатели не сидят на месте Выполняют работу Спасатели фотографируют прямо на месте работу, которой занимаются Но вопрос больше, кто размещает эти фотографии и добавляет текстовое содержание? Ну, размещаю я, либо размещает эксперт по связи, который там работает в ЕДДС То есть все, что касается работы ЕДДС На той же страничке есть видео, которое вызвало, ну, у многих пользователей социальной сети И как негодование, так и понимание Это видео спасения пальчика Как вообще пришел этот вызов? Потому что, я так понимаю, далеко не каждый день дети суют в раковины пальцы Ну, в раковины не каждый день стоят, они стоят в горшки, кастрюли, куда угодно То есть дети это... Мы сами все были детьми, сами все исследовали мир Самое чудесное место в городе Пушкино, это, будем говорить, капкан для детей Это памятник Пушкину и Крылову Бывают такие периоды летом, когда мы выезжаем Ну, бывает по два, по три раза в неделю к этому памятнику достаем людей Уже до такой степени все это дело стало обыденным Что когда мы приезжаем, бывает, что приезжаем, у нас уже люди успевают сбегать в соседний магазин Купить жидкое мыло или что-то такое подобное И мы приезжаем, оно уже стоит, уже ждет, когда спасатели приедут, начнут уже работать Понятно Еще один вопрос насчет того, как человек застрял, скажем так Это было на улице текстильщиков Я вот эту фотографию хочу вам показать Это, да, человек завис, так скажем И, не знаю, по неосторожности, что ли, зацепился Подскажите, вот как действовать спасатели в такой момент? Сразу прикрывают места, которые обнажены или сначала его нужно снять? Ну, обнаженных людей мы не снимаем, нам это не нужно Как бы спасатели в таких ситуациях снимают Еще и для того, чтобы понимать, что было до и что было после Для того, чтобы потом не было претензий о том, что во время производства работ Человеку что-то было повреждено Какие-то там эти самые То есть для того, чтобы, будем говорить, обезопасить еще самих спасателей От иска со стороны пострадавших Люди бывают разные Поэтому То есть в настоящее время сначала приходится фотографировать, чтобы потом доказать, что невозможно было ему помочь Например, с ребенком тоже вы видели Сам ребенок с горшком на голове сидит Мы, естественно, сфотографировали его до этого Сфотографировали после, что ребенок остался жив-здоров, не пострадал и все остальное Точно так же, как и с девочкой Мы сфотографировали ее до этого Потом показали, как мы открыли То есть и показали процесс Да, возвращаясь к случаю с веревками Как вообще попали спасатели в это помещение Но я не имею в виду, как они туда проникли А как поступил вызов? Что это за история? Ну, соседи услышали стук в пол Так как товарищ не мог, видимо, издавать громкий звук Поэтому стучал всеми доступными частями тела в пол Соседка услышала, позвала другую соседку Та знала, как вызов спасателей Обратилась в отряд И мы приехали по вызову Весенний период тренировки водолазов Что такое весенний период для спасателей? Для спасателей весенний период это Лед, тонкий лед, рыбаки, дети Обучение детей в школах Проводят занятия У нас разработана полтора года назад Программа по подготовке школьников По правилам поведения на льду И вообще спасению на воде Мы в новом открытом Спорткомплексе Завета Халича Мы эту программу Проводим практически в бассейне Мы туда привозят школьников Школы, которые могут Отправить И мы там показываем Приемы Поднятие на лед Приемы спасения Приемы самооказания Первой медицинской помощи Значит В остальные дни Мы спасатели Особенно водно-спасательные службы Отправляем по школам Они проводят занятия Объясняют опасность Нахождения на тонком льду Ну вот Опять Также Проводится Мониторинг Мониторинг состояния Плотин Все Как бы И мест Где возможно затопление То есть У нас В весенний период У нас Большое количество работы Будем говорить По наблюдению За Паводком Да Объясните мне Вот как Человеку Который Ну Не понимает Как Рыбак Рыбак Который провалился под лед Как Его в принципе Можно оттуда достать Учитывая Что лед Ну как правило Плывет при этом Или я как-то не так понимаю Ну Когда лед плывет Слава богу Рыбаки Все-таки Люди не глупые Когда уже совсем Когда уже Скрылся лед Они на лед Все-таки не идут Но С рыбаками Будем говорить Все это дело Попроще Потому что Рыбаки Они уже Там годами сидят На этом льду Они уже все Все знают Они все все умеют И будем говорить так Что Рыбаки Ходят на лед До тех пор Пока он сам не провалится Вот провалился Он перестал ходить До этого времени Он будет ходить Будет лед 3 сантиметра Он будет сидеть И рассказывать Что очень толстый Все хорошо Все нормально Он все знает Вот как только Начинают проваливаться Они же сами При выходе на лед Они ходить перестают Ну Будем говорить так Что за годы Которые там сидят Они уже знают Как выбираться Умеют это делать Но Поэтому за них Меньше трилоги Чем за детей Которых Которых Приходится Спасать Почему Это обязательная Мера Ну Будем говорить Что Эта Мера Была необязательна До тех пор Пока Спасательный отряд Не организовал Купель Крещенскую купель На реке Серебрянка Ну То есть Практически Это была наша Почти что наша Инициатива Я перед крещенским Купанием Проехал по храмам Спросил Спросил Будут ли они Купать В итоге Отцу Иоанну Эта идея Понравилась После этого Внезапно Глава позвонил И потребовал Чтобы мы организовали Крещенскую купель И Обеспечили там Безопасность Ну Первый раз Попробовали Пришло Большое количество Людей Крещенскую купель Купаться В Крещенскую купель И С тех пор Это Будет Вошло Уже В обязанность Отряда Которые Мы Ежегодно Организовываем Купель на Серебрянке Но с учетом того Что Последние годы Роспотребнадзор Не разрешает Купание На реке Серебрянка Они разрешают Из-за чего Из-за того Что Серебрянке Что-то плохо Или Анализа воды Вот И В этом Поэтому Последние Несколько лет Два-три года Крещенским 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 Купания на Серебрянке Мы не планировали В связи с тем Что ВСС-25 Мослугу Пурспаса Была ликвидирована Сокращена И спасатели Которые Обеспечивали Безопасность На Уче На реке Уча У родника И они Просто были ликвидированы Поэтому Мы Перешли На реку Уча Где Вода Всегда Соответствует В это время Нормы для купания Поэтому Мы Перевели Крещенские Купания На реку Уча На Серебрянке Пока Больше Не получается У нас Не хватает Людей Для того Чтобы обеспечить Купание В трех местах Потому что Наш спасатель еще дежурит На реке Клязьма В Любимовке Смотрите Вопрос личного характера То есть Если хотите можете не отвечать Но задать Вам не интересно Учитывая Вот Преведущий ответ Вы верующий человек Да Почему В России Живу Замечательно Хочу сказать В нашем спасательном отряде Работали самые первые Чуть ли не в стране Спасатели Те которые Работали еще во время Землетрясения Землетрясения в Спитаке Когда еще про спасателей Никто и слов Никто и не думал Только после Спитака Уже начали Появились мысли О создании Студенческого корпуса спасателей Который потом возглавил Шойгу Естественно Который потом Обратился в МЧС Так что Два человека Уже из Спасателей Работающих В Спитаке У нас Работали Сейчас правда Они Уже уволились По возрасту По состоянию здоровья Вот И Один Один из тех Спасателей Который работал в ЧОПе У нас До сих пор У нас работает Уже практически Ну 20 лет Человек занимается Спасательными делами Потом Когда мы Ликвидировали Ликвидировали Отряд Перелива Раменская Значит Общественный Благотворительный фонд Приобрел Часть оборудования Гидравлического И на своих собственных машинах Потому что Техники не было Мы ездили Оказывали помощь Когда Уже спасательный Отряд У нас Организовался В 2006 году Техники естественно не было Закупки Пока Были проведены Это Оборудование Было передано Также нами В отряд То есть мы уже Нам Начинали мы работать На КАМАЗе На пожарной машине У нас Ездил по городу КАМАЗ С шестью тоннами воды С надписью Спасатель Мы сначала Мы выезжали На вызовы На КАМАЗе Потом Нам администрация Приобрела Аварийно-спасательный автомобиль Практически Почти за 2 миллиона рублей Который уже был Полностью оборудован Всеми необходимым Для того Вести работы Альпинистские работы И Как бы Работы на ДТП И Как бы все Все виды работ По ликвидации Случайных ситуаций И естественно Мы Еще был приобретен Катер Сейчас у нас уже Единиц техники Водной техники Больше Значит Снегоход нам приобрели Для того Чтобы мы зимой Могли Осуществлять поиски Пострадавших В лесу И добраться Куда-то И Как бы Водолазное оборудование Потому что Была сразу Создана у нас Водолазная служба В количестве Семи человек Водолазов Сейчас мы Практически Вот на территории Тишково Чуть ли не до Пироговского Водохранилища И Клянинского Водохранилища То есть Мы единственная Водолазная служба Которая находится На берегах Водохранилища Потому что Моссовый упор спас Все свои службы Сократил То есть По сути У вас территория Неожиданно выросла Территория у нас Как бы Учитывая Что мы обслуживаем Территорию только Пушкинского района Как муниципальное учреждение Но если Будет обращение Как бы К нам Из других Районов И при Согласии Главы Пушкинского района Мы можем Выезжать И Оказывать помощь И Привлекаться Для Оказания работы На всей территории Московской области Вы сказали В силу возраста Два Два Человека Ушло Как много людей Приходит Молодых Устраиваться Не молодых Скажем А новичков Ну Молодых И новичков Приходит Желающих Очень много Я думаю Я так понимаю Что очень Очень много людей Приходит После армии Очень многих Пытаются пристроить Родители Как Ну Опять же У нас такое мнение Честно говоря Что если человек Сам не приходит Значит Он не особо Хочет работать Это раз И во вторых Учитывая Что мы все-таки Учреждение Муниципальное Финансирование У нас Так же муниципальное И ситуация В районе Финансирование Не очень Хорошая Я бы так сказал И поэтому У нас Средств на обучение Новых сотрудников У нас практически нет И поэтому Мы берем На работу Уже аттестованных Спасателей Тех которых Есть уже Которые обучены И аттестованы На ведение спасательных работ Когда вот приняли На работу Крайнего Спасателя Ну Как Водолаза Вот сегодня У нас один Водолаз Первый день Вышел на работу Как удачно Мы зашли Водолаза Спасатели Нередко Видят Автомобильные аварии По вашему Личному мнению Из-за чего Происходят Такие аварии Ну Причин Аварий много Будем так говорить Ну вот чаще всего В Пушкина У нас Очень большой Очень большой процент Аварий Те которые Происходят На 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 бетонке На малом То есть на малом бетонном кольце Они Происходят из-за засыпания Водителей Потому что Дорога монотонная Как бы Часто Часто там идут фуры И поэтому Очень Часто Происходят от того Что водители засыпают То есть Ну там естественно У нас Как бы на этой дороге Происходят Самые серьезные Самые страшные аварии Ну Опять же Было Было еще Было еще место У нас Левковская гора Где было очень большое Количество аварий Но Тогда Как-то Мы Предложили Что-то сделать с этим Предложили Поставить Как бы Освятить это место Поставить крест ГИБДД Одновременно С этим Установил Предображающие знаки Что аварийно опасная Обстановка Будем Будем говорить Что Помогло Аварии Просто В разы Там Количество аварий Уменьшилось Просто В разы До такой степени Что мы Несколько месяцев Вообще Туда не выезжали А до этого Там были страшнейшие Аварии Где люди Вылетали друг на друг На встречную полосу И Просто Бились Очень большое количество Жертв Это было То есть По сути Аварий Даже В Пушкино Намного Меньше Происходит Из-за того Что там люди Пьют И садятся за руль Чем из-за того Что Дорога монотонная И водитель Просто Ну Из-за пьянки Естественно Происходит аварий Все наверное Помнят Что Недавно Погибла Семья Священника Из-за того Что Он уже бывший Сорудник полиции Несся по обочине После Празднования Дня рождения И В итоге Там погибло Четыре человека Месяц детей Короткие вопросы Быстрые ответы Только Лично ваше мнение Не обязательно При Говорить от лица Отряда Вот Правда Или действие Действие Почему Потому что инстинкт Заставляет действовать И всегда правильно Спецовка Или футболка Чаще всего Спецовка Люди Или животные Люди Почему Люди Потому что Мы созданы Для спасения людей Животные Это будем говорить Уже Проявление Милосердия Сотрудников Пушкина Или Матищева Пушкина Ну тут Нет вопроса Почему Соблюдение правил Или спасение жизни Спасение жизни Почему Потому что Жизнь Это самая величайшая ценность Человека Деньги Или здоровье Здоровье Будет здоровье Деньги будут Понятно Пожар Или ДТП Спокойная работа И последний вопрос Это Если бы У аварийно-спасательного Отряда Ну Скажем так В одной из сумок Которых Они находят Нашли бы Даже не нашли А им просто подарили Сумку с деньгами На что бы Были бы потрачены деньги Скажем 6 миллионов рублей Так